господа и примкнувшие к ним дамы здравствуйте мы вроде бы на кухне у Евгения сидим с Иваном вот такая вот необычная штука жали квартиру Женю выслали сказали уезжай но кафель не поменяли специально чтобы для всех критиков кафеля мы его стали на самом деле по поводу чего собрались так скажем наши это рубрика типа по барам да то есть на самом деле виски уже здесь открытой стыдно мы попробовали но мы в прошлый раз его попробовали были скажем так тогда когда уже записывать не совсем можно было но уже были не то что можно то что не было желания отдыхали просто ну да уже как бы не было ну и но нам как бы показался он интересным и мы решили вот на свежие рецепторы записать я бы даже сказал не интересным а экстравагантным да японские виски комики это blended mold то есть смесь молотовских спиртов особенность что эти молотовские спирта они не японские это смесь со всего мира то есть они где-то что-то закупают где-то что-то смешивают я может какие-то и японские из них может не уверен но не суть да как бы информация нету поэтому пускай будут они со всего мира ну япония тоже весь мир поэтому да 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 мы с тобой здесь не врём значит очень интересный формат почему эти виски в принципе становятся таким вот экстравагантным это выдержка два с половиной года это в бочках из американского дуба из бурбона потом полтора года до выдержка в бочки кедровых да 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 и еще до выдержка или год или два не помню год год еще выдержки в сакуре того в сумме 5 лет до 5 лет и вот собственно говоря из-за этого здесь получается да в линейке есть комики получается еще без до выдержки в черной такой упаковочке да он получается в бурбоновой бочке и этот самый кедровый да ну вот выглядит это вот так цена вопрос относительно недорогая для японского виски потому что ну все привыкли что япония это сразу нато высокие деньги ну как бы 500 грамм 500 миллилитров на 150 рублей да в сети вайн спирит но как мне сказали там скидки какие-то были но это 70 долларов получаются условных ну вот от 65 до 70 он вроде или год назад или полтора года затоялся на рынке там что около 6 7000 россиян то есть ну надо понимать вот такой формат 48 до 48 крепости бутылочка интересная пробочка это не это она железная но она железная и она такая очень плотная но как есть ну короче знакомство с японским виска на вообще вещь выглядит необычно знаешь у него и вот эти вот как говорится сами там бочки все остальное необычное и выглядит так надо чуть больше наливать я забываю все время что тоже бокалы такие знаешь ну да специально купленные небольшими для обзоров удобно да но они вот прямо сделали даже фишку вот в этом что рассталось чуть этот муж капнула сакура сразу белый цвет основном ну да они там прямо в этом основного запах подожди немножко во первых банан сразу он прям сушеный я ликер такой засахаренный вот ну вот я знаю вот этот продавали вот вяленый банану то или такой знаешь банан под перезревший может немножко даже такой вот еще брать манга вообще вот это на самом деле весь спектр азиатских вот этих да которые там восточные ты не знаю тут можно и ананас понимать апельсин даже цитрусовые они есть 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 цитрусы они такие вот не лимонные а очень практически вкусненькие сладенькие сладенькие они вот туда знаете такой этот помела грейпфрута такое вот что-то бутылочка постояла стало больше именно молотовских тонов то есть чувствуется чуть-чуть классический скотч мы в прошлый раз это было наверное недели две назад дамы и более первый раз и он тогда вообще просто весь тропическими фруктами сплошными в пах сейчас чуть-чуть проявились вот уже есть чуть-чуть нотки классического виски как бы скажем наверно типа ушло то что до выдержки да может быть поднялось вверх то что было именно из может вот то что сакура подопал вот этот вот последний год но все равно здесь очень запах очень вкусный ну он очень необычный просто букет сам он достаточно узкий он не такой вот конечно скажу что немножко небольшая но деградация все-таки за две недели присутствует то есть если вы хотите прямо вот насладиться полностью эффектом выпиваете да сразу если там отливанты то же самое типа как можно быстрее то есть не надо ему давать долго стоять это не можно давать но просто что вот не будет этой фишки не будет вот этого вау-эффекта ну да может еще конечно на малые бокалы можно списать что ну смотри давай так давай что еще но вот эти ванильные тона конкретного бурбонового виски есть 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 сладость есть вот это вот такая дубовая тона сейчас еще так вот дубовая они проявились ярче с с прошлого раза если брать вишня такая причем наш древесная которая естественно тут в бочках вишневых достой просто вишня разного допустим челяшник тоже и надо понимать что я пахнет вот по запаху вы никогда не скажете что здесь крепче сорока ну да по именно по содержанию спиртов он очень красиво пахнет стал даже с учетом того что он был не очень богатый тогда на оттенки я имею ввиду он со временем конечно стал более простым в формате это подвыветрилась его вот эта яркость я бы сказал которая была в прошлый раз нас очень яркость поразила вот когда бутылку открыли бутылки да просто сразу свежий банан мы с вами открывали Женя там сидел допустим на другой стороне стола он такой бутылка просто когда открывалась оттуда прямо вот этими вот фруктами поперла было ну сумасшедший запах перл ну да немножко минеральная это она присутствует которая там не знаю там кэблтаун какой-нибудь ну легкие что-то такое ну давай пробовать на вкус ну давай что случилось за две недели а я сказал даже какой-то легкий дымок появился и не легкий он такой достаточно во первых вот эти кедровые орешки во вкусе во вторых такой знаешь в прошлый раз мы с вами сидели просто это в топ такой маленький про кедровые орешки знаешь я их не ловлю а ваняется а почему я сто лет назад как так ну и кедр давно был не а ваня короче этот виски заставил меня поехать на базар купить кедровых орешков и то что я с собой домой забирал там на отлив это самое потом честь после кедровых орешков так и прошло время честь и выпить и вот такой да там есть кедровые орешки минус огромный конечно банан ушел сейчас это уже больше такое знаешь вот подвяленные поджаренные какие-то фрукты уже становится и сейчас фруктов меньше во вкусе во вкусе вот начал дым появляться начала минерализация такая как в вине в белом каком-нибудь хорошем там французском шабли какой-нибудь вот примерно но честно мне есть если так вот брать у меня в те ощущения когда когда разрываешься туда еще огромный момент в том что нет после вкусе этого пананового который там был которая прям выносила мозг да то есть два час еще попробую на просто я по память и хочу уловить то что было там вот не пропало первый вот этот кусочек когда на язык он классный да это банану этот получает вот потом после вкуса уходит уже не то клубника вкусная очень все здорово ну да вот после вкуса она уходит в просто обычная кедровая это нам такие даже может в дубовой больше в конце да 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 но там может быть не только короче в дерево это все сваливается может орехи там кому-нибудь больше подчудиться там допустим там фундук может быть лесной ореха вот такого формата в том что концовка короче есть и раньше послевкусие было долго банановое такое вот именно ярко вот это тропическое фруктовое там фишка была в том что ты на утро просыпаешься мы выпили кроме допустим этого виски мы там еще несколько водок записывали да там туда сюда еще что попробовали и прикол будешь на утро просыпаешься у тебя во рту остается привкус да да там банан получается с клубниками там такого такая смесь интересная а сейчас немножко деградация есть да деградация сейчас это становится таким стандартный миски как шотландский но он ближе к этому хотя вот над рыжечками сейчас легкой было бы на чек-то вот над рыжки надо было но но за счет того что остается чуть вот потом когда мы что сопоставим и не сопоставим я не знаю я просто скажу что типа спиртовозности как таковой практически нету нет это очень хорошо по спирту это приграбило поэтому как бы виски сбалансированы в данный момент то что было тогда конечно там вышка нет тогда слушайте ребята пост в инстаграм там запилил но там в эти десять вечера или в 11 когда мы это уже пробовали все равно что это типа новый шаг в шаг но теперь я с вами соглашусь то есть главный вывод который я бы сделал то есть это виски надо брать вот на двоих троих и его надо в тот вечер если вы его открыли его все-таки надо не спеша могут выпивать просмотре это тоже вот формат его можно выпить за за пару тройку дней вот я тогда который привез я получается его через три или четыре дня еще в этот тот допил он был еще вот того вкусу не просто это вот формата уже что это не та бутылка которую ты покупаешь себе для бара да 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 купил поставил там это не то что маркинграмм и месяц стоит его желательно если есть из намышленники там собраться на какой-нибудь там просто посидел куда то есть человек 10 словно говоря ну ладно здесь много там человек 4 или 5 которые просто любят попробовать что-то новое интересное то есть вы скинули небольшие деньги потратили до вышла человек это по 30 грубо говоря белорусских рублей вы скинули но это не такие большие деньги для и вы попробовали что-то интересное сейчас буду говорить немножко про тот напиток который мы тогда пробовали однозначно советую попробовать если будет возможности у кого-то есть желание знакомиться с новыми вариантами виски это однозначно потому что это что-то новое это был очень необычный финиш да очень очень здоровский очень прекрасный вот по поводу стоимости но она набегает потому что в перекрестке допустим в авеню она у нас там 220 стоит там когда-то я раньше видел по 170 в воинспирицы получилось мне за 150 давайте так это как с любыми еще с односолодовыми ты не только с односолодовым а совсем скажем так алкоголем сегмента ну премиум можно так назвать да то есть который дорогой он у нас очень сильно в беларуси вообще очень сильно по ценам все прыгает ты можешь в одном магазине увидеть его за одну цену в соседнем за два раза при этом всем вот у них когда-то розыграть 2021 год август какое там число 17 августа 2021 то есть это относительно недавно это все равно есть вот эти разбежки вот 220 150 вот уже тебе в треть цены грубо говоря даже в половину получается да то есть ну извините ребят это да ну что мы с тобой будем по оценке делать если бы ставил я тому вот который он сразу когда открыт был это было бы минимум девятка качество однозначно девять там просто фантастический он сейчас вот чуть-чуть это как подугасло как бы это все равно еще по-прежнему это хорошие виски не надо здесь просто здесь немножко знаете как побледнела вот эта уникальность фантастическая которая была да вот вот это основное что типа тогда ты пробовал такой ух ничего себе а можно вот так а сейчас вот этот пробу что просто ну просто сбалансирована классно это сейчас просто хорошо есть тропический уклон но это уже не такой я если снимать максим 025 балла я объясню почему потому что 05 снимать конечно можно но блин мыши так купили мы это попробую когда это был вау-эффект если бы мы записали тогда мы же сто процентов поставили здесь слушал хотя раз мы про это говорим допустим здесь деградация не такая сильная как в джеймисоне и по которым и да кстати это офтоп но там высокая очень оценка для него по-моему восемь с половиной 9 то ли 875 ребят честно учитывая как он деградировал выше восьмерки ему ставить нельзя да я бы даже ниже поставил по одной простой причине что он стал со временем ну типа чуть чуть более мягким джеймисона обычным то есть мы такие он он прямо это вот тоже кстати случилось через несколько недель после этого у меня стояла эта бутылка я вот мы с вами и ваня вечером позвонил приезжай посидим я с собой и цепанул и мы тогда просто фантастическом скажем так остались разочарований у меня есть подозрение это скорее всего просто как-то сказать финише они такие не то что не очень качественная они такие очень поверхностная то есть они сразу когда у бутылки они это все купажируется но вкусно классно здорово потом когда это вот проходит там воздух побыл все и да 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 и она остается то что в базе было короче ладно я да я все равно предлагаю давай так для мы давай мы здесь но 875 тогда на все таки все таки нашу с тобой любимую оценку не зря не зря же она была нарисована все таки это вкусовщина вот поэтому мои вкусовщине это здорово нет это очень вкусно мне я вам еще я так ребят скажу мне это было понравилось ну вот прям если когда-то вот я впервые когда попробовал допустим лафрой их я испытал какой-то нифига себе вот я второй раз в жизни испытал вот такое вот нифига себе вот здесь когда это действительно что-то что просто мне вынесло мозг было с первой пробой меня это классно вот я о чем то есть но 875 я бы даже и 9 сказал мне не 9 9 9 счетом того что давай так нам обоим это зашло то есть да может быть вкусовые не зайдут рецепторы нам это мне нам это очень было зашло тогда и сейчас это она потеряла но не настолько чтобы сказать что это плохо как-то отразилось это он просто чуть-чуть чуть-чуть менее яркий стал и но момент такой скажу что мы его сравнили с каваланом винобарик солистом который чувствуется что там более подвяленные все фрукты тропическая составляющая более выдержанный выглядит здесь даже с учетом того когда мы пробовали он довольно простой но он очень вкусно в этот понятие который просто вкусные виски да все очень долго мы уже говорим на минут двадцать ну не сколько говорим столько надо было но на самом деле реально это действительно вот они правильно сказал очень вкусный виски все у меня больше это попробовать сколько будет возможно да честно я ну я я собираюсь купить себе бутылочки но я ее буду хранить теперь я буду знать что и надо хранить просто закрытый и открыть на повод и на повод и вот на этом я готов а тут сейчас эта плашка значит тут можно лайкнуть здесь вот будет ссылочка на то чтобы кто там сказал что там юра там сказал что надо нам микрофоны вот там вот можно нажать там там можно вас поддержать но и здесь вам напоминание чтобы колокольчик дернули на этом все пейте хорошие напитки будьте здоровы до новых встреч смотрите хорошие каналы на правильные каналы смотрите